В театральной студии художественное слово Подготовили сегодняшнее выступление Несколько коллективов разного возраста В этот раз на сцене ученики третьего класса Одна из главных ролей ученого кота у Петра Алтухова Опытный актер уверенно чувствует себя на сцене Но на первом в жизни интервью волнуется Тем не менее открывает секрет Какие сказки сегодня должны отгадать ребята Есть сценка о папе О работнике его балде Золотой петушок Сказка о баке и рыбке И сказка о царе Салтане Костюмы и реквизит ребята и их родители Сделали своими руками Тем не менее за ними без труда угадываются персонажи Знакомые всем с детства Посади ты эту птицу на высокую на спицу Петушок мой золотой Будет верный сторож твой После каждой сценки следуют вопросы Отвечают иногда хоть и не в попад, но зато дружно и всем залом Радуют, что большинство ответов все же верные Сколько сыновей было у Дадона? Два! Правильный ответ два сына В этой викторине нет соревновательного момента Нет наград за правильный ответ или призов победителем Цель программы с помощью игры Вовлечь ребят в процесс обучения Такие мероприятия просто обязаны проходить в школе, потому что вот видели мои ребята, первый Г-класс, просто аплодировали, танцевали, эмоционально вот отклик нашли в их душе все эти и песни, и стихотворения, и игра детей. Когда видишь в зале горящие детские глаза, понимаешь, что цель достигнута, и актеры смогли показать все, на что способны. Сегодня они показывают Пушкина, до этого был спектакль по Аскару Альду «Звездный мальчик», и следующий у нас на очереди это Михалков. Веселые рассказы. Руководитель студии, победитель областного конкурса «Учитель года Подмосковья» Андрей Коршунов не стремится воспитать актеров. Главная цель театральной студии – научить ребят рассказывать интересные истории и делиться своими эмоциями, как это и произошло сегодня. Максим Козлов, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видное ТВ.